Здравствуйте! С вами программа ТЭТАБЭД, 10 выпуск. Сегодня в этом выпуске мы заканчиваем цикл бесед с преподавателями Казанского Федерального Университета на предмет экономического развития России, но с точки зрения их интересов и их методических процессов в их научном поиске. И сегодня мы пригласили к нам на передачу представителя экологического, географического направления научных исследований Казанского Федерального Университета, что вполне логично с учетом года экологии. Разрешите мне представить нашего гостя. Это у разметов Ильдар Анварович. Здравствуйте, Ильдар Анварович. Здравствуйте! Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета. Для начала нашего разговора я хотел бы уточнить одну деталь. Статью, вышедшую в научном журнале «Российский экономический журнал» в прошлом году, от которой мы отталкиваемся в нашей беседе. Это статья Демьяненко, автора, еще раз о реализованной академической программе исследований пространственного развития страны. Эта статья посвящена программе, принятой при Зиниум Российской Академии Наук, фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации. Вот именно о пространственном аспекте экономического развития с точки зрения науки, географии и экологии мы хотели бы сегодня поговорить. Поэтому первый вопрос к нашему гостю будет таким. Как соотнести понятие рыночное пространство и экономическое пространство? Пространство в географии – это ключевое понятие, географическое пространство. Географическое пространство, оно подразделяется, состоит из ряда компонентов. Это географическая оболочка, географическая среда. Когда мы говорим «географическая среда», конечно, ключевым понятием здесь является, помимо географических факторов, общественный фактор, фактор социально-экономического развития и так далее. Но с точки зрения территориального подхода, для географии очень важен именно территориальный подход, пространство является ключевым понятием. Для такой большой страны, как Россия, с ее гигантскими размерами, понятие территория, понятие пространства, они, конечно, являются абсолютно доминантными. И в этом плане, я думаю, что роль географии, оценка пространства, оценка территории географической, она выходит на первое место. В условиях Российской Федерации? В условиях Российской Федерации. Поскольку, с моей точки зрения, понятия, ну, не только с моей, с географической точки зрения, экономика и география, они очень тесно связаны друг с другом. Ну, это очевидный факт, тут не надо много говорить, потому что есть такой раздел, как экономическая география, раздел географии. Есть такое понятие, как ресурс. Да, понятие ресурс. Поэтому ресурс, территория, пространство, это понятие очень тесно связано. Но для России это имеет совершенно особое значение, потому что для российского пространства, для российской географической территории, если так скажем, это вопрос ключевой, абсолютно ключевой. Освоение этого пространства зависит от многих факторов. Когда мы говорим о пространстве, мы ведь как-то есть такое понятие эконом-географическое положение, скажем, или другие понятия, связанные с определением объекта на территории. Здесь очень много факторов. Это факторы чисто географические, так скажем, геологические, климатические, условия рельефа, геоморфологические, почвенные ресурсы и так далее. С другой стороны, это, конечно, накладывают социально-экономические факторы. Это фактор населения, традиций развития данной территории. В конце концов, ключевой фактор для нашей страны — это насыщенность территории населением. При огромном количестве ресурсов у нас огромная часть страны имеет недостаточную насыщенность населением. Мы так уточнили, не столько недостаточную насыщенность, сколько недостаточная равномерность распределения. Да, ну вот там, где как раз регионы, где пусто, где густо, за Уралом, так скажем, за Енисеем, лучше так сказать, огромные территории, которые составляют половину территории страны, там проживает порядка 10 миллионов человек. То есть для развития территории, конечно, это фактор, помимо климатических, помимо других, является ключевым. Да, тем более, если мы вспомним, что сейчас сделали такую установку на уровне правительства, руководства страны, что активно осваивает Крайний Север. И вы вот перед передачей говорили, что там тоже проблемы с населением, там тоже большой отток был. Ну, эта проблема, как бы, она ведь давно тянется, еще со времен, скажем, Столыпинских реформ. Это была проблема, связанная с переселением крестьян, там освоение Юга Сибири и так далее. В советские годы шло активное освоение Севера. Ну вот, последние годы мы наблюдаем существенный отток населения из северных территорий. Для некоторых северных территорий эти величины, они, в общем-то, довольно значительные, достигают 20-30 процентов. Не случайно, так сказать, правительство предпринимает такие меры, которые у всех наслухают. Длинневосточный гектар, это ведь связано с привлечением населения для освоения этих регионов. Поэтому вот в этой связи, конечно, для пространства России ключевым моментом с точки зрения территориального развития, и, конечно, в первую очередь, наверное, на первое место я бы выдвинул понятие инфраструктуру. Потому что это пространство и время, чтобы сократить пространство и время без хорошей инфраструктуры невозможно. Поэтому инфраструктурные проекты, они, конечно, приоритеты. Вот отсюда уточняющий вопрос. Дело в том, что еще лет 10, наверное, если не 15 назад, известный экономист американский Нисканин, ну, фамилия у него финская, а самый американский, уточнял по поводу инфраструктуры, что при всем значении инфраструктуры, это все-таки не главный фактор развития экономики. Потому что инфраструктура не дает живой продукт. А живой продукт дает структура экономики. Вот отсюда у меня уточняющий вопрос. Вот если мы возьмем рыночное пространство и экономическое пространство, вот с точки зрения географического подхода, где присутствует обмен, а где присутствует план? Вот, допустим, с точки зрения экономики, обмен это рыночное пространство. Что такое рынок? Это обмен. Что такое экономическое пространство? Это план, как в советское время пятилетки, правильно? То есть на 5 лет вперед мы формировали ресурсы в том или ином регионе. А вот с точки зрения географии, насколько это оправдано, то что мы рынку отводим обмен, а экономике отводим план. А может быть с точки зрения как раз вот географии экономика это и есть обмен, потому что только сейчас сказали, что главная проблема России это неравномерность распределения ресурсов. И как можно ввести обмен в условиях рынка, когда в одном месте вообще рынка нет с точки зрения потребления, а в другом месте потребление большое, но нет достаточно ресурсов. Вот как бы вы сказали? Надо синтезировать, потому что в этом вопросе присутствует и та, и та половина. Вот при освоении ресурсов, они в основном расположены в малонаселенных районах. Вот как вы сейчас сказали, нам все-таки присутствует экономика больше, экономика с точки зрения плана. Потому что без плана, без планирования невозможно освоение, невозможно освоение ресурсов. А все-таки, чтобы мы не говорили, ресурсы в нашей экономике играют и будут играть очень большую роль в ближайшие годы. Но с другой стороны, у нас есть территории хорошо освоенные, там, наверное, так сказать, вот этот рыночный обмен, он будет играть превалирующую роль. Это районы, ну, центральные районы России, южные районы России. Ну, здесь такое понятие, как затоваривание рынка, это тоже нужно иметь в виду. То есть, если там не планировать, то там тоже можно, рынок может просто обрушиться. Ну, вообще, вот это вот слова, которые я часто слышал в первые годы наших реформ, что рынок расставит все на свои места, это не совсем правильно. Ведь, в общем-то, все развитие географии, в частности, физической географии в Советском Союзе, оно шло именно как своеобразный фундамент, скажем, развития плана. Потому что была система районирования, физиографическое районирование, физиографическое районирование, оно четко планировало развитие территории. Ведь при физиографическом планировании районирование планировалось не только развитие экономики, но даже такие вопросы, проводить вакцинацию или не проводить, скажем, какие будут нормы строительства в том или другом регионе. И с учетом, мы когда говорим о пространстве, мы еще должны говорить о климатическом факторе в нашей стране. Климатический фактор в экономике, он понятие рынка. Недавние события как раз подтвердили. Но он вообще, это уже экстремальное явление, но я имею даже климатический фактор, когда половина территории страны полгода лежит под снегом, это тоже очень серьезный фактор. Поэтому здесь говорить о каких могут быть рыночные механизмы, все-таки здесь вот это вот именно такое планирование, мне кажется, оно должно быть приоритетом. Причем привязано именно к территориальному, географическому. Разумеется, только так. Отсюда второй вопрос. Второй вопрос выглядит таким образом. Мы остановились на экономическом пространстве. И есть такое понятие, как циклическое развитие. Допустим, не так давно, как именно вчера, в интернете появилась статья о том, что мир стоит на пороге нового кризиса. Причем его увязывают именно с циклическим развитием. Длинные циклы Кондратьева и так далее. Так вот, если увязать экономическое пространство и циклическое развитие, вот с точки зрения географического подхода, экологического, вот как соотнести эти понятия? Мне кажется, эти понятия очень связаны. Потому что, если с точки зрения экологической, географической, то цикличность проявляется во всем. Потому что, взять очень простой пример. Первое, что пришло в голову, это Байкал, скажем. Я в студенческие годы проходил там практику на Байкальском целлозном заводе. Вернее, изучал, так сказать, экологическую обстановку в рядах экспедиции, которая там была, Новочеркасского гидрохимического института. Ну вот, разве это не циклы? То есть, цикл загрязнения, скажем, да? И то, во что сейчас превращается Байкал, это ведь тоже цикличность. Это самая настоящая такая экологическая, в плохом смысле, экологическая, загрязняющая цикличность. И то же самое можно и с Волгой приводить такие примеры. То есть, мы вкладываем огромные деньги в развитие территории. Потом получаем обратный эффект в виде загрязняющего. После этого мы должны вкладывать деньги, чтобы улучшать ситуацию. И долго ждать, пока эта ситуация выправится. А ведь это все экономика, это деньги. То есть, те колоссальные средства, которые вкладываются в развитие, скажем, Южного Байкала, Целлозного завода, появился город Байкальск. К чему это все привело? Уже многие годы не можем закрыть этот завод. Ну, закрыли, но там же население большое, несколько десятков тысяч человек. Это большая проблема. Ну, там и другая проблема тоже. Если брать Байкал, там тянут трубу нефтяную на Дальний Восток, который будет главным фактором развития наших экономических интересов на Дальнем Востоке. Поэтому здесь одно поменяли, другое появилось. Поэтому в этом плане, конечно, проблем много. Но здесь больше вопрос стоит как? Я хотел уточнить. Вот в теориях экономического цикла категория пространства отсутствует. Вот насколько это оправдано? Вот судя по вашему мнению... Нет, мне кажется, это не совсем правильно. Вот с точки зрения географии, действительно, ну, взять хотя бы климатические циклы. Они существуют. То есть, вот, ну, сейчас идет период, скажем, все говорят о глобальном потеплении и так далее. Но все равно есть некоторый климатический фактор в экономике, особенно нашей страны. Я думаю, он играет очень большое значение. То есть, если там снег на месяц раньше растает, это совершенно другая ситуация, чем он растает на месяц позже с точки зрения там сельского хозяйства и очистки дорог и так далее. Поэтому, если существуют какие-то, скажем, экономические циклы, они существуют, то они, я думаю, с климатом тоже связаны. Существенно связаны с пространством. Ну, разумеется, климат — это пространство. Климат — это пространство. Ну, других циклов, наверное, географических я бы не назвал, потому что остальные циклы, они более, так сказать, долговременные. Но, с другой стороны, есть такие циклы, как, скажем, циклы солнечной активности. Никто еще не может ответить, насколько экономические явления связаны, скажем, с экономиками. Ну, косвенно. Косвенно, да, через человека, скажем. Да, через его больничные и прочее. Да, они связаны. Ну, а вот реальный экономический эффект от 11-летнего цикла солнечной активности, я думаю, это проблема на уровне такого хорошего исследования. Ну, хорошо. Тогда, в завершение нашей беседы, небольшой третий вопрос. Тоже по понятиям. Есть понятие пространства России в целом, и есть функциональные пространства российской экономики. Ну, если брать сектора и так далее, то есть у каждого сектора все-таки есть какие-то функциональные пространства свои. Металлургии свои, связанные с пространством развития у пищевой промышленности свои и так далее. Так вот, если соотнести пространство России, территориальное в целом, и функциональные пространства экономики, вот как их соединить или как их уточнить в отношении друг друга? Ну, я думаю, это как раз вот именно вот эта часть вопроса, она более тесно связана с географией, потому что здесь действительно географические факторы вот в этом вот вопросе, они наиболее ярко проявляются. Ну, скажем, вот давайте на примерах, скажем, вот мы все как бы переживаем за, в хорошем смысле переживаем за такие проекты, которые сейчас идут на севере, там порт Сабетта, скажем, да, освоение шельфа на море Лаптево, где недавно началось пробное разведочное бурение. Это пространство, как бы, но ведь привлечь это пространство в экономическое развитие нужно то, с чего мы начали говорить, без инфраструктуры, вот эти вот пространства, они повиснут... А это можно только сделать на основе функциональных пространств? Только функциональных. Отдельных секторов экономики? Только с этим, потому что если мы даже имеем колоссальный запас, скажем, на море Лаптевых, то как их реально довести до ума, то есть это или через северный морской путь, или это другие какие-то способы, ну, скорее всего, наверное, северный морской путь наиболее такой. На перспективе-то да. Но ведь это все равно, так сказать, пространство, его нужно соединять. Это лоскута, вот эти вот, скажем, если мы говорим о ресурсах, но другие пространства, наверное, все-таки они более, скажем, с хозяйственным пространством, оно привязано к климатам, более локально, оно привязано, так сказать, к таким агроклиматическим ресурсам местным. Северные территории. Вот для нас самое сложное – это именно север, северные территории. Вот эти вот вопросы ключевые. Ну, север согласен, но это в перспективе. А вот я бы хотел уточнить наш последний вопрос с точки зрения вот именно функционального развития экономики. Функциональное развитие экономики основано на временных параметрах. Ну, это, вы знаете, эффективность, отдача, чем быстрее, тем лучше, чем дешевле, тем лучше и так далее. Так вот, там нет пространственных параметров. И вот типичный пример – Транссиб, который сейчас уделяет большое внимание. Вот буквально вчера открылась сессия ШОС в Казахстане. Да, это южноазиатские и российские государства. Причем после вступления вот сегодня Индии и Пакистана, это стало самое крупное объединение в мире с точки зрения количества людей. Половина почти населений. Да, ресурс, да. Так вот, под этот ШОС мы рассчитываем на то, что заработает Транссиб. И вот под эту идею заработывания Транссиба и нужды ШОС на те же самые внешние южно-азиатские рынки, мы хотим строить высокостокоростную магистраль. Вот у нас хотят Татарстане и так далее. Вот типичный пример вот нашего вот этого вот нынешнего разговора по третьему вопросу. Функциональное развитие экономики с точки зрения транспорта требует быстрее. А пространственное развитие России вообще не берет во внимание объективно этот вопрос, потому что вы справедливо сказали, как можно быстрее делать то, что имеет определенное циклическое природное развитие. Ну что толку, если мы быстро довезем по железной дороге какой-то товар до Дальнего Востока? Если к тому времени, пока он туда приедет быстро, не наступит тот период, который только и позволяет использовать этот товар там, в этих экономических функциональных параметрах. И случайно же есть определенный размер временной, ночь в поезде, утром в центральном городе. И так 12, максимум 14 городов у нас центральных, исторически сложились по Транссибу, которые объединяют это пространство временным и функциональным образом. Вот таки географии. Насколько оправданного стремления в бухе вот эти большие капитальные ресурсы в это строительство? Оно нужно вообще или нет с точки зрения географии? Быстрая вот эта дорога? Ну это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. С точки зрения географии транспорт нам нужен. Транспорт нужен? У нас транспорт нужен, нужно развивать. Но вот насколько оправданы, так сказать, средства и... Это временной. Результат, который... Гонка за временными показателями. Ну, думаю, что это вопрос уже не географический, а вопрос времени нашего современного. Нет, сделать недолго же. Сделать недолго. Но сделать-то недолго, но ведь это же затраты большие. Вот насколько они оправданы, весь вопрос в этом. Вот о чем речь. И в связи с Шоссом вспоминали вот эти вот статьи по поводу Криса. Половина домов, построенных на Буме в Китае, не заселено. То есть там 30%, потому что некому. В Японии подостроили железных дорог, половина не окупается. Почему? Потому что нет ресурсов. Но здесь далеко ходить не надо. Вот в наши годы, когда мы были молодые, строился БАМ, да? Мы хорошо знаем. И тоже мы ждали большого экономического эффекта от БАМа. Но, как вы знаете, эффект от БАМа пока не очень большой. И он требует еще все, требует новых вложений и так далее. Поэтому, когда мы говорим об эффекте БАМа, то мы все время говорим, что надо сначала еще там вкладывать много. Боюсь, что вот такие проекты дорогостоящие, как бы они не привели к такому результату. То есть очень длительный период строительства, а потом длительный период ожидания эффекта. Вот как раз это связано с временными и пространственными параметрами. То есть временными мы достигли относительно быстрого БАМа мы построили. Пусть одна ветка и так далее, да? Но ведь пространство-то большое, а железнодорога имеет смысл тогда вот по поводу инфраструктуры. Когда вокруг структуры созданы, она кормит. И потом, мы же БАМ рассчитывали нарастить потом Аямам в сторону Якутска. Вот эта ветка уже вместе должна была над нам эффект. Но просто не хватило ресурсов, СССР распался. Ну вот это такой дорогостоящий проект. Я не боюсь, что я не смогу быть экспертом в этом вопросе. Нет, ну здесь не только вы. Вот я поэтому задаюсь вопросом. И никто на самом высоком уровне может до конца объяснить, логично, вот зачем нужно на уровне Транссиба всего делать высокоскоростную магистраль. Пока просто из-за того, чтобы быстрее доехать. Я думаю, жизнь сама расставит все по местам. Она ведь не будет строиться моментально. Она будет строиться по частям. И дай бог, чтобы была построена Москва-Казань. Когда будет построена Москва-Казань, будет опыт. И уже будет видный эффект. И, так сказать, следующие шаги будут приниматься уже. Слава Богу, что до Москвы-Казань будет, чем Москва-Нижний Новгород. Вот он покажет, насколько там правда будет эффект. Он будет показывать. Ну что, спасибо вам большое, Ильдар Иванович, за ваше присутствие здесь. И за нашу беседу. И надеемся, что мы не последний раз с вами встречаемся. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А теперь берут слово эксперты финансового клуба Казанского федерального университета. Добрый день. Аналитический обзор мы начнем с российского рынка и начнем с рынка акций. Процесс восстановления на российском рынке акций задавлен сильным рублем и слабой динамикой цен на нефть. При этом мы видим сильное снижение оборотов торгов. Нутридневные обороты на индексе МВБ снизились на 20 миллиардов рублей, что существенно ниже среднего уровня этого года. Рынок акций сейчас подходит к основной фазе закрытия дивидендных реестров. И в ближайшие полтора-два месяца мы увидим отток с рынка капитала в 3,5% капитализации. Если не будет роста цены нефти в рублях, то есть опережающей динамики пары доллар-рубль относительно бренда, то при стабильном внешнем фоне рынок в ближайшие полтора месяца может в лучшем случае оставаться на месте. Более уверенный рост российского рынка, в частности индекса, может начаться ближе к августу, когда инвесторам будет приходить дивидендная выручка и дивидендные потоки направятся на реинвестирование в рынок акций. Общая картина по индексу представлена на следующем слайде. Если внизу по МВБ все понятно, поддержки находятся на 1850-1790 пунктах, то сверху с технической точки зрения сейчас выделяются две вступени. Первая – это отметка в 1900 пунктов. В случае пробоя этого рубежа далее расчетные цели сместятся в район 1950 пунктов. Отмечу, что если в рамках вашего инвестиционного портфеля открыты длинные позиции в акциях, то лучше всего этот дивидендный сезон переждать, потому что потом начнется приток дополнительной выручки на рынок капитала. Что касается долларового РТС, то здесь начал реализовываться следующий сценарий. Пробой вниз трендовых поддержек открыл путь в сторону новых целей около 970-975 пунктов. При этом наблюдается продолжение тренда по отставанию РТС от своих коллег по развивающимся рынкам. Интересно с этой точки зрения отношение РТС и индекса MSCI Emerging Markets. К текущему моменту оно опустилось уже до минимального значения с весны 2016 года. Тренд по отставанию продолжается уже шестой месяц подряд. Похоже, что догонять коллег российский рынок начнет лишь к концу дивидендного сезона. Позитивная динамика и возврат в рамке долгосрочного восходящего тренда ориентировочно придется на август и осень 2017 года. Если говорить о рубле, то здесь по-прежнему все спокойно. Пара USD-RUB накануне просто продолжила консолидироваться в районе 56,5. Уже пару недель мы не видим никаких импульсов. И если рассматривать конкретные уровни, то сверху реперная точка, подход которой может вызвать ускорение роста, расположен на уровне 57,51,1. Снизу ключевой диапазон поддержки находится на 55,5-55,7 рублей за доллар. Высокой корреляции рубля с нефтью сейчас не просматривается. Пара USD-RUB регулярно не замечает движений по Brent. Это привело к тому, что за счет недавних распродаж стоимость барреля нефти в рублях существенно снизилась. Это крайне негативный момент для индекса ММВБ, который сильно завязан на рублевой стоимости сырья. Взаимосвязи очевидны, что подтверждается следующим графиком. Важным событием ближайшего будущего станет заседание Центрального банка России, которое придет 16 июня. Эльвира Набиулина на этой неделе сообщила, что будут рассмотрены две опции по снижению ключевой ставки. Напомню, что она сейчас составляет 9,25%, и Эльвира Набиулина сказал, что будут рассматривать возможность снижения на 0,25% либо на целых 0,5%. В любом случае, это позитивный фактор для рынка акций, но негативно для рынка облигаций. Хотя, с одной стороны, рынок облигаций будет расти, но процентные доходы по купонам будут снижаться. Ранее сообщалось, что ЦБРФ нацелен на снижение ставки до равновесного уровня 6,5-6,75% до 2018-2019 года, а опрошенные экономисты в среднем ожидают снижения ключевой ставки на ближайшем заседании до 9%. К третьему кварталу следующего года уровень ставки может быть уже около 7,5%. При таких ожиданиях длинные рублевые облигации еще имеют потенциал для естественного роста. Индекс ОФЗ в последнее время просто стоит на месте, но восходящий тренд пока еще не сломлен. Очень высока вероятность того, что в среднесрочной перспективе индекс гособлигаций вновь перепишет многолетние максимумы. Итак, рассмотрим внешний фон. Начнем с заседания ЕЦБ, которое состоялось в июне. Как и ожидалось, монетарная политика была оставлена без изменений. Важны детали. Риторика регулятора в отчете по итогам заседания ЕЦБ отказался от слов, что процентные ставки могут быть снижены в случае необходимости, хотя в последних пресс-релизах эта формулировка неизменно присутствовала. Это может быть первым подготовительным шагом к сворачиванию количественного смягчения. Пока эта информация ни о чем. К тому же эксперты ЕЦБ понизили прогноз по инфляции с 1,7% до 1,5%. Все это привело к просадке евро на 0,3% по отношению к основным резервным валютам. Перейдем к Китаю. Данные по внешней торговле КНР за май оказались сильнее прогнозов аналитиков. Экспорт в долларах вырос на 8,7% относительно аналогичного периода. Импорт увеличился на 14,8%. Основные статьи это сырьевые, то есть нефть, углеводород и железная руда. Переходя к североамериканскому рынку, ждем развития событий вокруг Трамп-Гейта, то есть недоверия к американскому президенту и по поводу его связи с Российской Федерацией. S&P 500 достиг отметки в 2430 пунктов, а NASDAQ 6430 пунктов, что является абсолютным рекордом. Также, согласно данным Комиссии по фьючерсной торговле США, число коротких позиций, открытых крупнейшими спекулянтами по контрактам на индекс компаний малой капитализации Russell 2000, достиг максимума с мая 2011 года. В тот раз, кстати говоря, вскоре активизировался и европейский долговой кризис, а ФРС завершила программу количественного смягчения 2. На фоне этого индекса Russell провалился на 30%. Парламентские выборы в Великобритании уже стартовали. Отметим, что для позитивного исхода необходимо было, чтобы консервативная партия набрала большинство голосов и мест в Палате общин. Однако результаты оказались не столь благоприятными. Фунт моментально отреагировал просадкой в 2% по отношению к резервным валютам. Опросы в преддверии выборов указывали на возможность подобного исхода событий. К другой теме – это криптовалюты. Они продолжают переписывать свои исторические максимумы. Так, накануне биткоин установил новый уровень, превысив отметку в 2800 долларов за биткоин. На токийской бирже наблюдается сильное движение, связанное с виртуальными валютами микрофишками. Так, акции компаний, развивающих систему блокчейна, также начали свой рост. Средний темп прироста составил 50 пунктов. А теперь передаю слово экспертам исследовательской группы ЭЛСА Инновационного университета имени Тимирясова. Здравствуйте! Меня зовут Габдулхаков Фаниль. На данном графике представлен индекс деловой стабильности компании PowerOS нефть. Данный график относительно стабилен. Также заметны незначительные скотки, которые связаны с сильной волатильностью на рынке ценных бумаг. На следующем графике представлен индекс деловой стабильности компании ГМК Норникель. Данный график также относительно стабилен. Также заметны незначительные скотки. Мои рекомендации. Смело покупайте акции компании PowerOS нефть и ГМК Норникель. А теперь традиционное домашнее задание. В связи с цитнотом, сессия, домашнее задание буду давать я. Так вот, перед вами три графика. Индексы деловой стабильности за три весенних месяца. Март, апрель, май. Как вы видите, динамика очень характерна. Как спираль, которую отпускаешь, она раскручивается в обратном направлении. Сначала относительно стабильный уровень, а затем все больше и больше цифры уходят в относительно нестабильный. Как раскручиваемая спираль. С чем это связано? Мы думаем, что это связано с тем, что в марте сдают все отчетность и фирмы, и правительство отчитывается перед Госдумой. И нужно немножко приукрасить свои цифры, свои позиции по тем или иным параметрам. И поэтому немножко придавлена экономика. А потом отчеты сданы, экономика отпускается и приходит к своему естественному состоянию. Отсюда вопрос. Как вы думаете, что может произойти с динамикой и индексы деловой стабильности, и с макродинамикой в целом российской экономики в летний период? Тем более, если мы будем брать во внимание, что очень много в мире сейчас не улаженных конфликтов, которые могут спровоцировать какие-то изменения в экономике, прежде всего с точки зрения ее позитивного настроя. Затем не совсем ясна позиция с нефтяными ценами, в связи с тем, что кризис в Сирии, теперь обострились отношения с Катаром у его соседей арабских стран. И, наконец, недавняя совсем публикация в прессе о том, что мир ожидает новый кризис финансовый, в связи с тем, что многие экономики очень перегружены, раздутые. И, прежде всего, главные кузницы, главные кочегарки мировой экономики. Это американская, китайская, да и Европа не совсем хорошо дышат. Отсюда вопрос, что вы думаете о летнем периоде развития нашей экономики? До свидания, счастливого вам лета, удачной сессии и до встречи в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok